отобрать этот трофей у гостей из США и этот пояс WBC Silver по сути является претендентским на уже соответственно основной пояс который будет разыгран в поединке между Илунгой Макабу и Тони Белью будет это 29 мая пояс который принадлежал Григорию Дрозду и который находится сейчас так называемым чемпионом в отпуске во всяком случае Григорий за ним остается право провести бой с окончательным чемпионом на тот момент когда он восстановится кстати вполне возможно что это может быть и Мариус Брейтис все может быть но это может быть и Алан Реважа Дурадола каждый из этой четверки хотя Тони Белью здесь очевидно слабое звено да он безусловно но мы видим смотрите Дурадола начинает так же как и против Кудряшова он не боится своего соперника и он готов пойти в атаку если такие возможности у него будут Брейтис сейчас ответил одним довольно плотным ударом Дурадола очень хорошо работает с дистанцией друзья справа попадает Дурадола он демонстрирует то же самое ведь с Кудряшовым у него проходили как раз эти удары длинные с большой дистанции и он доставал доставал постоянно начиная прямо с первого раунда и неплохо держит удар я помню и выбесил он помните так же уважаемые телезрители что Кудряшову в первом раунде удалось потрясти Дурадола но он моментально восстановился и во втором раунде довел дело до такого неожиданного и печального для российских болельщиков конца ну давайте посмотрим что здесь Латвия, Латвия скандирует зал а в зале находится естественно и мэр Риги пока что ищет Майорис Брейдис но успешнее в этом раунде на данный момент Дурадола у него больше точных попаданий он понаглее даже вот так казалось бы да довольно бесхитростно по прямой он идет на соперника выбрасывая вот эти удары с дальней дистанции но они очень опасны и вот казалось бы Брейдис ну обязан видеть да эти атаки прямые удары он идет на него как ледокол но очень трудно сдержать их вы знаете Дурадола вообще очень крупный парень я думаю что гоняет он немало и сейчас он может весить ну килограммов на 7-8 чем он показал на взвешивании да я говорил что настоящие атлеты и тот и другой боксеры но вот сейчас в ринге кстати официально Дурадола всего по тем данным которые есть всего на 2 сантиметра выше Брейдиса но это явно не так да кажется что там поболее при том что Дурадола еще подсаживается даже чуть-чуть больше Брейдиса конечно более такой низкой стойки работы преимущество в длине рук очень заметное у Дурадола и это пока что беспокоит Майриса потому что Дурадола достает его с очень большой дистанции второй раунд да интересно начался этот бой Брейдису надо искать сейчас какие-то контршансы против соперника мы говорили что у Дурадола есть два поражения в карьере причем одно даже макаутом но это было довольно давно если я не ошибаюсь а вот поражение от Мчуну которое он потерпел в бою за звание чемпиона Северной Америки ну там такой бой был довольно близкий хотя единогласное было решение судей но не так просто было Мчуну победить а Мчуну боксер очень хороший зарекомендовал им себя поэтому ну и Дурадола тоже себя уже зарекомендовал победой над Дмитрием Кудряшовым и сейчас Дурадола конечно ведет очень хороший бой честно говоря ну наверное можно было от него ожидать что он попробует все-таки пойти вперед навязать свои габариты да так же как и это было с Кудряшовым но честно говоря он даже лучше смотрится чем я ожидал все-таки какой-то вот дискомфорт да нет он достает соперника посмотрите вот эти дерьмыми ударами и пока что никак не может Майрис приноровиться к этому неудобному крупному длиннорукому сопернику да полное впечатление что боксер супертяжелое вес в рюмке против Бриедиса это при том что Бриедис дрался с Чаром я нокаутировал его это один из самых зрелищных нокаутов прошлого года капа выпала что ли и на это указывал Дурадола да там капа лежит на ринге рефери пока не обращает на это внимание он по-моему даже наступает на эту капу ну чуть меньше минуты 40 с небольшим секунд до конца снова попадает Дурадола чуть-чуть успел вовремя убрать голову в сторону отвернуть чуть-чуть голову Бриедис могло закончиться все гораздо хуже для латвийского тяжеловеса да Бриедис клинчует держит руку какие претензии у рефери второе предупреждение к застрюфери честно говоря я не понял за что сейчас он ударил после команды стоп а вот за что первое было предупреждение я честно говоря не понял ну если так будет рефери с кропулезом может снять очко очень интересный бой складывается здесь на ринге в столице Латвии собственно как и ожидалось третий раунд напоминаю на кону пояс серебряного чемпиона всемирного боксерского совета пояс которым владеет Олан Реванжу Дурадола и пока он очень и очень неплохо смотрится во всяком случае полон желания оставить этот трофей у себя вернуться с ним обратно на родину вернее на родину штаты родом он из Нигерии вот сейчас неплохо таким чуть-чуть снизу ударом попал Майрис Бриедис в соперника но такое ощущение что на Дурадолу эти попадания не производят никакого впечатления пока что нет но все таки не стоит пренебрегать этими попаданиями потому что Бриедис уже доказал что удар у него тяжелый для этой весовой категории и нужно быть внимательным Зал поддерживает своего боксера снова неплохая атака Бриедис одиночный удар снизу справа правой рукой удается ему но пропускает пропускает правой прямой очень опасные удары ложатся в цель со стороны Дурадолы сейчас снимет один балл с Дурадолы рефери опять Дурадолы ударил после команды стоп здесь да Бриедис конечно держал Дурадолу но все таки если рефери говорит стоп лучше ничего не делать но иногда настолько трудно остановить летящую руку в этот момент Дурадолы пытается реваншироваться Дурадолы разозлился он понимает что вот это снятое очко может лишить его раунда и даже если он выиграет тогда счет будет в нем 9-9 попадает Дурадолы снова ну и пока честно говоря он его выигрывает как же опасны вот эти на вид абсолютно бесхитростные удары с дальней дистанции но они идут в цель они смущают соперника каждый раз и Бриедис ведь пропускает их потому что Дурадолы находится на очень дальней дистанции и кажется что он не сможет достать но он достает и у Дурадолы есть такой момент он очень сильно тянется вперед и Бриедису вот нужно пробовать вычислить эти движения вперед от Дурадолы и встретить его апперкот боковые правый прямой неважно но нужно как-то встречать Дурадолу нельзя давать ему вот так нагло лезть вперед но два раза попытка удара снизу такого полуапперкота мы видели может получится четвертый раунд у нас в ринге друзья Бриедис пошел вперед он атакует очень неплохо очень неплохо действует Латыш в атаке хорошая была подготовка удара и по корпусу ну что Дурадола в замешательстве Дурадола пропускает Бриедису самому бы внимательно Капа вылетает снова бомбардировку Бриедис устраивает своему сопернику уже немножко подвымотался Бриедис видно что последние удары были так легкими уже из себя выдавливал он эти атаки но было неплохо неплохо было неплохо и Капа вылетевшая на пользу сейчас Алан Реважа Дурадоли кстати говоря может быть и нарочно он это сделал вполне возможно сейчас у него будет секунд 20 на то чтобы передохнуть и команда еще плюс затягивает время промывая Капу публика на ногах молодец Бриедис очень неожиданно для соперника проявил вот эту максимальную агрессию с первых секунд но Бриедис тоже не нуждался в определенном отдыхе потому что мощная была серия много выборченных ударов вкладывался он у них Дурадола в глухой защите и дистанция для него в общем-то неудобная Бриедису удалось подойти близко и снова боковой удар Внимательно нужно действовать Бриедису у Дурадолы тоже удар тяжелый отличный раунд пока что самый интересный в нашем поединке а всего лишь только минута прошла с небольшим а сколько вы уже мы всего увидели Бриедису сейчас для него очень важный момент нужно с одной стороны быть агрессивным но с другой стороны внимательным и осторожным в том плане что нельзя попусту тратить энергию нельзя попусту тратить удары Дурадола парень выносливый попадает мощным ударом справа таким боковым отбрасывает он был не в голову но отбросил Дурадолу на приличное расстояние и снизу хорошо пробивает сейчас Бриедису молодец сумел поменять передернуть я только хотел перед началом раунда сказать что Бриедису надо что-то поменять кардинально в своих действиях здорово действует хозяин Рига просто очень хорошо поймал свою волну Дурадола сейчас все делает чтобы каким-то образом еще несколько секунд себя на восстановление выкроить но держится сколько ударов Дурадола пропустил в этом раунде потрясающую жесткость демонстрирует этот нигериец Майрис Майрис скандирует зал но действительно Бриедис очень здорово смотрится в эти три минуты но видно что подустал Майрис по движениям обратите внимание руки вниз к держит удары рискует рискует не такие жесткие сейчас у него как в начале раунда сейчас перерыв нужен обоим вот зря это Дурадола делает так рефери еще один балл с него снимет ну что ж а учитывая что там было предупреждение балл был снят этот раунд чисто приедется потому что преимущество ну что пятый раунд нашего поединка очень интересного зрелищного Майрис Бриедис в красных перчатках хозяин ринга из Латвии и Алан Реважу Дурадола человек которому принадлежит пояс WBC Silver в первом тяжелом весе и он этот пояс обороняет но Бриедис великолепно провел предыдущий четвертый раунд сбил вот с того настроя соперника который очень уверенно смотрелся с самого начала боя и сейчас вопрос физических кондиций потому что после такого насыщенного предыдущего раунда нужна ли Бриедису передышка дабл перерыв но это всего одна минута и после такого активного раунда не восстановиться так быстро поэтому у Дурадолы есть шанс есть шанс немножечко вернуть поединок так уравнять его Дурадола вот сейчас пытался опять с удобной для себя дальней дистанции да то что ему удавалось атаковать но эти удары уже как-то летели не то что по другой территории но как-то вот они даже смотрелись не столь опасно как в начале но все-таки очень много ударов пропустил Дурадолы наверное сбил ему немного прицел Майрис Бриедис после такой бомбардировки четко видеть перед собой цель тяжело хорошая коротенькая серия такая как из пулемета выдана была Майрисом Бриедисом серия легкая серия легкая но такая вы знаете которая действует на соперник да ни в коем случае сейчас нельзя отдавать Дурадоле инициативу нужно все-таки боковой удар хороший справа удается Бриедис еще раз повторяю вот небольшое затишье но я думаю что это затишье не навсегда еще ждут нас очень яркие опасные эпизоды хороший удар левой рукой жесткий джеб от Бриедиса но видно видно что еще не восстановился Майрис но все равно он сейчас работает на удобной для себя дистанции Дурадола уже не может постоянно держать вдали своего соперника атаковать вот этими своими длинными ручищами снова пропускается снизу удар в челюсть Дурадола сколько же он готов выдержать ну посмотрим посмотрим рано или поздно все заканчивается это был толчок это не удар отталкивал от себя соперника Бриедис вот здесь вопрос что закончится раньше поединок или держалка Дурадола мы посмотрим во всяком случае по началу очень тяжело было ему справиться с таким действительно очень большим для первого тяжелого веса соперником но сейчас у Майриса на руках если не все карты не все козыри то наверное большинство потому что но надо быть все равно очень внимательным безусловно опять вспоминаю бой в казани Кудряшова с Дурадола ведь по первому раунду ничего не предвещало когда Кудряшов сумел потрясти Дурадолу все шло так как в общем то он и привык и вдруг во втором раунде все моментально поменялось поменялось после двух хороших попаданий со стороны Дурадолы да там даже честно говоря не двух не ну поначалу которые потом уже переросли в такую заключительную серию когда рефери остановил тот бой Бриедис уже теперь готов к наскопам Дурадолы когда он атакует справа и встретил смотрите Дурадолов стал действовать более размашисто да посмотрите если раньше вот эти с дальней дистанции удары у него как такие вот удары рыцарским копьем вперед он летел и трудно было увернуться от них разбивали защиту здесь вот и удары стали чуть медленнее и они стали они тогда были видны но сейчас Бриедис приноровился он во первых лучше использовать тайминг как мне кажется опережает Дурадолу с началом атаки он и нашел свою дистанцию но все равно мне кажется тот взрыв в четвертом раунде очень много сил Бриедис отдал и это видно сейчас он отдал много сил но было за что ведь соперник тоже потерял силы выдержать такое количество ударов это все равно сказывается да вероятно нужен был именно такой перелом в поединке чтобы прям буквально шокировать Дурадолу и вывести его из равновесия кто знает может быть сейчас перед Дурадолой целых два Бриедиса он пытается понять в какого нужно попасть очко снимается с Бриедиса за то что он держал ну мы видели были такие моменты он держал зажимал руку соперника до поры до времени сходило ну что ж обменялись в боксе есть такое понятие как уравнивать когда рефери может быть потом понимает что может быть не совсем справедливо снял одну очко с одного боксера и пытается найти повод чтобы уравнять и снять одну очко с другого боксера да действительно у кого хватит сил попадает здорово слева на встречу коротким ударом первый нокдаун первый нокдаун этого боя Дурадолу выражает неудовольствие нет но это был хороший нокдаун это был четкое попадание жаль под конец рауна жаль под самый конец время уже у Бриедиса не будет но он уравнял шансы получив предупреждение послал соперника награда и и и и себя быть злым что он так беспечно пошел вперед и пропустил этот удар рефери отработал очень четко седьмой седьмой раунд напоминаю мы смотрим 12 раундовый бой на кону которого серебряный пояс в первом тяжелом весе по версии всемирного боксерского совета ну и практически звание обязательного претендента на титул WBC титул чемпиона мира кстати нам не объявляют почему это счет после четвертого раунда ну на самом деле это уже стало традицией наверное только для России в основном потому что в США и в Европе не принято объявляли поскольку зависит от шоу еще от промоутера потому что некоторые отказываются от этой практики для того чтобы не рушить интригу ох пропустил приедешь нельзя заигрываться нельзя терять концентрацию с таким соперником как дурадола дурадола опасные удары в любой ситуации он как и с дистанции с дальней дистанции так и на ближней дистанции может жестко попасть но бредис поймал кураж вы знаете очень важный для него вот в данном бою он вообще парень который если получает вот такое преимущество в основном даже может психологическое он начинает троекратно четырехкратно многократно лучше действовать но сейчас пока не хватает немножечко сил приедешь тяжело все-таки плюс соперник очень крупный на себе вот его таскать это тоже отнимает очень много сил мы видим что вот этой возни на ближней дистанции немало снизу попадает апперкотом бредис продолжает серию дурадола перекрылся потряс но потрясен минута почти еще вкладывается в эту серию бредис и пропускает скрала очень опасный удар но рискует 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 майрис бредис да тут один удар может все перевернуть в обратную сторону один удар может все закончить апперкоты удаются бредису и он им пользуется уже который раз мы это видим они становятся основным что ли оружием вообще вот на этой дистанции в самом случае они наносят наибольший урон мне кажется голодоле и право прямое хорошо обманул финтом атаковал в туловище все равно голодолу опасен видите что он он смотрит он наблюдает и ждет момент ждет когда бредис допустит ошибку но этот раунд снова за боксером дистанции буквально там вот 30-40 сантиметров посмотрите на раз кто на настрой майриса да как он выходит в ринг вылетает буквально но восьмой раунд самые интересные раунды начинаются сейчас две трети боя позади ну очень скрупулезно трефери должен я вам сказать как он увидел вот этот маленький клочок ленты которая чуть-чуть распустилась на перчатки у дурадолы у дурадолы дает он возможность передохнуть нигерийцу да и в общем скажу что и бредису это тоже в общем то не помешает сил потрачено много это однозначно самый тяжелый поединок в карьере обоих боксеров да проигрывал дурадолом но вот таких изнурительных боёв в его карьере не было хорошо хорошая двойка в исполнении бредиса но опережает она опережается сначала мо так дурадолы это приносит ему дивиденды еще расскажу вот виден виден этот настрой кураж у мэри сан приезд до этого провел атаку по корпусу но мы видим что он редко это делает но вообще честно говоря с боксерами из южной африки атаковать по корпусу из нигерии прошу прощения с африканского континента я хотел сказать да дурадола конкретно если говорить из нигерии очень мощный корпус этих бойцов и честно говоря даже по танцам бесполезно до ладость урона никакого хорошо дурадола вот продержался пробивать прямым до восьмого раунда после таких множественных попаданий тяжелых вот только благодаря своей великолепной физической готовности ведет ведет дурадола посмотрите он пропустил очередной удар час он глухую защиту вреде с ищет возможность спрятать прячет тяжелый удар до выбрасывать такие три-четыре совершенно легких практически касания чтобы найти брешь и ударом завершить комбинацию сейчас не получилось времени в этом раунде уже нет но хороший бой очень зрелище они приветствуют действия своего любимца заслужил справа попадает эту поддержку и во многом неожиданно вы помните да как он начал с головом он понесся вперед дурадола этого просто не ожидал и первая же такая мощная длина атака нанесла серьезный урон дурадоли после этого он в общем-то потерял вот тот свой настрой атака по сути длиною в три минуты очень энергозатратная последствия той атаки мы видим и в негативном смысле потому что бреди все-таки не так активен как он мог бы быть но и в позитивном смысле потому что он переломил бой иногда вот это нокдаун дурадолу от падения удержала стойка да и это нокдаун укрепляет свое преимущество на карточках судей майрис бредис но 5 капра выплюнул капучах просто элементарно опять капра зрители негодуют потому что сейчас действительно неспортивно повел себя дурадола но хорош бредис хорош только мы начинаем говорить что у него силы на исходе он тут же взрывается неожиданно атакой вот поэтому он хороший именно в первую очередь характером и очень интересно будет смотреться за тем как бредис будет продолжать свой путь на профессиональном ринге но опять же мы все забегаем вперед боющую идет дурадола опасен но снова про турили жестко атакует атакует дурадола отвечать пытается но все видит бредис ушел от этого контрудара и снова попадает в углу остается дурадола и обратите внимание как хорошо видит бредис возможности для так он практически каждый удар в цель если он понимает что не удается нанести точную атаку он выбрасывает легкий удар буквально касается своего соперника как только появляется возможность для хорошей атаки он выбрасывать тяжелые удары иногда даже глазами пытается обмануть смотрит вот в одну сторону скажем голову пытается пробить корпус или наоборот хороший боксер хороший действительно туловище мощный удар после этого переход на верхний этаж снова попадание левым сбоку молодец еще хотелось бы отметить выдержку бредиса потому что он агрессивен и к ик можно подумать что он как бы ему эмоционально ведет бой но на самом деле он очень расчетлив в эти моменты и это говорит о том это признак боксера высокого уровня и так высокого полета скажем так напомним что бредис говорил о двух птицах которые от него улетают намекая на григория дрозда и дениса лебедева но там пока не было поводов для боя сейчас вот может возникнуть если сегодняшний экзамен он сдаст на отлично и следующий бой как мы говорили с победителем макабу мыли об убили и да а скорее всего он станут не скорее всего он становится претендентом на бой с победителем того поединка но там к тому времени григорий дрозд может вернуться и заявить о своих претензиях на позже можно атака посмотреть все реферационный вы двое останавливает бой нет да все да 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 все бой окончен бой окончен досрочная победа очередная досрочная победа друзья вот и трудно поверить но это так 17 нокаут но технический нокаут в данном случае в исполнении мариса бредиса в принципе я согласен с рефери потому что дурадона был действительно уже мы просто на последнем дыхании он конечно сейчас будет всячески оспаривать показываясь всем своим видом что он готов продолжать что он еще вполне в состоянии и состоятелен для продолжения бокса но вспомним эпизод когда он сознательно выкинул папу выплюнул как у у него просто уже почти не осталось сила бредис наращивал и наращивал свои атаки посмотрите ну молодец ничего не скажешь автора у мариса бредиса друзья и так официальный вердикт техническим нокаутом в девятом раунде победу одерживает майрис бредис друзья с этим моего поздравляем пояс серебряного серебряный пояс вернее всемирной боксерского совета выручается победителю вот он заветный трофей на теле на торсе майриса бредиса молодец молодец ничего сказать замечательный бой мы с вами посмотрели друзья на этом будем с вами прощаться для вас работали григорий стангрид борис крепко редактор сергей белокуров смотрите бокс держите удар друзья все будет замечательно красавица красавица красавица